Ну, коллеги, я бы в своем докладе хотел, скажем так, отметить, обратить ваше внимание на современные возможности лечения ракочной видной железы с появлением у нас в нашей обойме препарата Тераджин, а он же Тероген, он же рекомендантный человеческий ТТГ, и, собственно, те эволюционные подходы к лечению рака, которые мы постоянно, ну, скажем так, анализируем, пересматриваем, улучшаем, потому что хотим наших пациентов лечить, диагностировать лучше. В целом ракочной видной железы растет, как и во всем мире, в основном благодаря диагностике, отчасти за счет реализации радиогенов ракаочной видной железы, например, в таких регионах, как Брянская область, Алтайский край, где высокий рационный фон. Я не буду на этом останавливаться, это такие, скажем так, эпидемиологические данные. А вот что касается клинических данных, то примерно 60% дифференцированного ракаочной видной железы по современным стандартам лечения, они получают радиотерапию в плане комбинированного лечения. Таким образом, достигают лучших показателей безрецидивной и общей выживаемости. Главным компонентом лечения здесь является триада, не только хирургическое лечение, адекватное объему опухоли, что очень диктует высокие требования к диагностике предоперационной. И это, в общем-то, удел хирурга, выполнить адекватный объем операции, а удел, собственно, команды, которая дополняется радиологом и декринологом, пролечить этого больного максимально безопасно и максимально эффективно на протяжении всей жизни. Так вот, как часто будет выполняться этим пациентом, которым мы выполнили радиотаблацию, садиграфичной видной железы, в среднем раз в три года. В группе высокого риска раз в год, в группе низкого риска раз в 5-10 лет. Препарат, который сегодня мы имеем в арсенале, это препарат, который аналогичен по биологическому эффекту препарату ТТГ, эндогенному ТТГ, но экзогенный ТТГ, синтетический ТТГ, обладает рядом преимуществ. Прежде всего, он дольше держится в крови. Если обычный ТТГ вымывается через 20 часов, то рекомендантный ТТГ имеет способность удерживаться до 100 часов. Таким образом, реализуется его эффект, собственно, такой немножко пролонг, на самом деле. И то, что мы колем очень короткое время, достигая очень высоких цифр, больше 200 единиц на миллилитр, позволяет нам достичь очень высокого вот этого эффекта проникновения, то есть активации рецептора ТТГ через высокую стимуляцию, через очень высокое количество ТТГ в крови, запуск всех путей по работе клетки в части поглощения его йодом. Натрии-1-эсимпортер, который отвечает за поставку йода, он энергонезависим, за него работает натрий-калиевая ТФАЗа, при этом он зависим от мутации. То есть накопление мутации в клетке, в частности совершенно точно это известно, что в этом повинно, берав мутацию, не то что наличие, да или нет, количественные критерии, нужно определять качественный количественный тест, количество клеток в опухоле, которые несут эту мутацию. И, кстати, в процессе диссеминации опухоли, прогрессирования опухоли, наличие этих мутаций могут появляться в клетках вторичных очагов или могут увеличиваться в количестве. Это все есть, так сказать, прогрессирование опухоли, которое отражается на радиорезистентности. И мутация ТЭРТ, которая совершенно точно останавливает. Собственно, и прогноз этих пациентов повышается именно в связи с тем, что пациенты перестают отвечать на радиотерапию. И тогда у них выживаемость резко падает. Например, если сравнить по частоте рецидива в детской группе рака щитовидной железы, то она наивысшая. При этом эффект лечения наилучший. Почему? Ответ на лечение. Дети гораздо лучше отвечают на радиотерапию. Вот я позволил себе свести в этом слайде все критерии, которые дополняют нашими собственными данными, нашим собственным опытом, те критерии, которые следует учитывать при выборе тактики лечения. То есть это такие критерии риска, рецидива, прогрессирования опухоли. Я дополню единственным критерием, вот этим, то есть возраст на момент аварии, 55 лет, это ПТНМ, это известный критерий. Я дополню возраст меньше 13 лет. Он у нас обоснован, доказан нашими исследованиями, многими другими исследованиями онкологического научного центра, работами Полякова, где до 13 лет, до пубертатной период протекает очень агрессивно. Это может подтвердить Игорь Владимирович, который регулярно оперирует этих пациентов. Это действительно факт. У этих пациентов распространенность опухоли на момент выявления заболеваний, как правило, при прочем, очень высока. Но это повышает требования к хирургическому лечению, к своевременности радиотерапии, супрессивному лечению. Но в целом они отвечают лучше, по большому счету. Очень важный момент правильной подготовки пациентов к радиотерапии. Если пациент не подготовлен к радиотерапии, будут ложные заключения. Если у пациента большое количество стабильного йода в крови, а химический элемент йода, что радиоактивный, что стабильный, это все равно для щитовидной железы, она не разбирается. И если его много, то, естественно, захват стабильного радиоактивного йода не произойдет даже. И мы сделаем ложный вывод, что опухоль, например, радиотрезистентно. Или эффект лечения недостаточен. То есть пациентов надо очень хорошо готовить. Часто возникает проблема с комплайентностью пациентов. Пациенты говорят, что они придерживаются йодонезрежащей диеты. Но на самом деле они не придерживаются. Ну, например, у меня пациенты утверждают, что они придерживаются полностью йода диеты, но оказывается, они ели прикрасно соленые огурцы. Соленые огурцы, там иодированная соль. Там йода этого тонны. И это вопрос вчера, как проверить? Вот как узнать точно, этот пациент придерживается именно этот йодонезрежащей диеты или нет? Есть такой тест единственный. Йод в моче не подходит, потому что это очень нестабильный. Для эпидемиологических исследований более-менее массовых он подходит, в индивидуальных нет. И мы нашли способ измерения йода в крови, и он очень хорошо коррелирует, то есть он абсолютно отвечает индивидуально по этому пациенту. Если он меньше 40 единиц, все хорошо. Если он больше 40 единиц, жидейший призов, во всяком случае, имей это в виду при интерпретации диагностической лечебной картины. Обращаю ваше внимание, что уровень ТТГ больше 30, это абсолютно эмпирическая цифра. Я присутствовал, когда мы ее изобретали, это были соседа в Европе, Пинкера, Панчини. Мы должны были подвести какую-то цифру, ну, все сообщество такую вот пороговую для критерия качества на радиодиагностику, на радиотерапию. И мы нашли ничего лучше, как прийти к соглашению, ну, вот 20 мало, а 40 много. Ну, вот 30 было, никакими доказательными исследованиями эта цифра не подтверждена. То есть это абсолютно цифра эмпирическая, абсолютно умозрительная. И мы ее придерживаемся, как отче наш, поэтому если при тирогене мы имеем цифры, конечно, 150, 200, 300 и прочее, это по-любому лучше. Любая цифра выше наименьшей является потенциально лучше для эффекта лечения. Это такой вот принцип. Поэтому 30, да, это порог умозрительный, но чем выше, тем лучше. Эндогенная стимуляция. У детей достаточно 3 недели, у взрослых 4 недели, у подростков может быть компромисс 3,5 недели. На самом деле можно сделать ТТГ там за неделю до лечения, посмотреть скорость нарастания ТТГ и определиться, хватает этого периода или нет. На этом слайде я просто объединил все варианты подготовки к радиодиагностике и радиотерапии. С целью понять, на каких этапах делаются какие исследования. Собственно, мы измеряем до введения тирогена, если он не измерен ранее, в течение месяца, базальный уровень ТТГ, проверяем отсутствие беременности у женщин и делаем 2 инъекции подряд. После чего мы вводим либо 123, либо 131 йод и смотрим в разные периоды с антиграфию. Если это радиотаблация, мы вводим активности для аблации. Собственно, чем мы руководствуемся, когда мы назначаем радиотаблацию или радиотерапию? То есть как критерии качества или контроль качества наших усилий? Это, по сути, самое главное – это уровень тироглобулина, который мы измеряем. Мы делаем контрольное обследование раз в полгода, но контрольная точка является все-таки обследование раз через год, с антиграфией всего тела через год на фоне отмены или на фоне тирогена. Почему через год? Потому что во многих учреждениях через полгода мы делаем через год. Потому что, на самом деле, реальный эффект лечения, радиотерапия полностью реализуется у всех пациентов через год. Через полгода – это не 100%, к сожалению. Поэтому мы видим остаточную тироглобулина через полгода, а через год ее просто не будет. Поэтому смысла делать через полгода, находя ложные положительные результаты, не особого смысла нет. Поэтому весь мир в основном делает это через год. Делает через год и мы. Так вот, если мы через год обнаружим уровень тироглобулина на фоне отмены или тирогена ниже 2 нанограмм на миллилитр, то, в принципе, это и клиническая ремиссия. Это биохимическая ремиссия, отсутствие очагов. Если таковых не визуализируется на УЗИ на КТ, это ремиссия. Если мы видим от 2 до 10, это такой сигнал для того, что может быть это и ложноположительный результат, а может быть это и истинный рецидив, который начинается. Раньше в этом случае давали, не глядя, радиоактивный йод. Сейчас тактика такая – наблюдаем. Но если он больше 10 и даже не визуализируются очаги, то принято давать терапевтически высокую активность радиоактивного йода. Повторяю, высокие адекватные активности. И в случае рака щитовидной железы – это от 100 до 200 миллилитров. Никак не меньше. Если отдаленные метастазы – 200 миллилитров. Костные метастазы – даже 300-400 миллилитров дают в некоторых центрах. В зарубежных рекомендациях вы встретите здесь цифру 1 нанограмм на миллилитр. Я все-таки настаиваю в нашей ситуации на 2. Почему? Потому что в основном за рубежом используются так называемые высокоточные, высокочувствительные наборы. Дорогие. И у них действительно порог определения чувствительные на районе 1 нанограмм на миллилитр. У нас в основном, в нашей лабораторной практике, мы используем мини-чувствительные наборы. И поэтому мы можем попасть в поле вот этих ложных положительных результатов. Я рекомендую вам использовать все-таки критерии 2 нанограмм на миллилитр. Вот те критерии, которые придерживаемся мы, которые основаны на опыте других исследований, на нашем собственном опыте, когда мы даем аблационную активность. Вариация очень большая. От 30 до 150 миликюри мы видим по документам. И какая из них правильная? Правильная та, которая индивидуализирована. Потому что на самом деле на захват на эффективность радиотаблации влияет и остаточная териодная ткань, и наличие в ней, например, териодита, который снижает, так сказать, эффективность радиотерапии, таким образом повышая резистентность к радио-йоду. Опять же, уровень ТТГ, который был, наличие стабильного йода в крае, все это влияет на радиотаблацию, на ее эффективность. Поэтому, если вы прогнозируете большой териодный остаток, например, наличие в нем териодита по данным гистологии или антител до операции, дайте высокую активность. Если вы подозреваете наличие одоленных метастазов на регент, какая-то неоднородная стабильность, дайте высокую активность. Потому что в этом случае вы с большой вероятностью увидите весь процесс. Вы правильно его отстадируете на этом этапе и не потеряете время. Вот эти стандарты, которых я всегда настаивал, это международные стандарты, принятые всеми ассоциациями ядерной медицины. Американская, международная, европейская и все прочее. Они четко постурируют те самые имперические активности, которая придерживает корреспонденской практики. Если вы лечите меньшими активностями, вы просто можете не долечивать пациента. И это определяется только индивидуально в порядке. Вы не можете это прогнозировать. Вы должны следовать этим стандартам, если вы придерживаетесь эмперической схемы лечения. Если вы придерживаетесь дозиметрички, вам нужно делать дозиметричные исследования достаточно трудоемко и сложно. Мы это делаем, но это не тема этой лекции. Итак, терапия радиоактивным йодом. Что мы хотим добиться? Мы хотим добиться при патологическом накоплении. Главным условием для эффективного лечения является накопление. Ключевое слово здесь накопление. Если накопление адекватное, если накопление высокое, если накопление достойное радиоактивного йода, то есть его, собственно, лечению, его фактора лечения, то мы имеем дозу облучения в очагах селективной выше 80 грей. И это является залогом, критерием эффективного лечения. В итоге мы видим физиологическое накопление. Мы видим нулевой тереглобулин, или меньше единиц на отмене, и мы видим картину разрешения этого патологического процесса. Практически мы видим физиологию, то есть как в норме должен накапливаться и распределяться радиоактивный йог. Главный принцип для этого – банальная радиобиология. Если опухолевый очаг, хотя бы один из них, накапливает дозу облучения меньше 40 грей, не стоит ожидать чудес. Не стоит ожидать, что этот очаг ответит вам какой-то хорошей ремиссией или регрессией, более стопроцентной. Никогда. Если он больше 40 до 80, вероятность повышается. Если он больше 80, вероятность стремится уже к 100%. Но эти очаги должны накопить все. Этого не нужно бояться, потому что на самом деле при теритоксикозе, когда мы лечим пациента, мы добиваемся 300-400 грей. Вот это бета-излучение, то есть его нельзя пересчитывать на гамма-излучение, когда поражается объем массы ткани. И происходят такие, скажем, повреждения ткани очень серьезные. Здесь этого не происходит. Облучение происходит селективно, облучение происходит в определенном объеме. И, собственно, этот объем, он сокращается, уменьшается, и таким образом возникает вот эта опухолевая аблация. Но мы бы хотели видеть, чтобы у всех пациентов была стопроцентная аблация. Но для этого нужно переходить на дозиметрические подходы. Потому что управлять можно только тем, что ты можешь измерить. Если ты можешь измерить, и ты можешь проконтролировать процессы лечения, ты можешь лечить радикально системно этот процесс. И весь мир сегодня рекомендован, это рекомендация Американской, Европейской Ассоциации. Все, кто может, кому это доступно, переходить на дозиметрические модели. На биодозиметрию в части эффективности и безопасности. Что позволяет, например, новые технологии, как ПЭТ? В части, например, йода, ЙО-124, ПЭТ-излучающий эмиттер, он позволяет видеть те очаги, например, на терогене. То есть вот без терогена, на терогене, которые мы не видели ранее. То есть там не накапливается йод, потому что разрешающая способность метода 123, 123, 131 не позволяет нам видеть эти очаги. При помощи ПЭТ-технологий мы можем их видеть. Мы можем их диагностировать. И при применении дозиметрических подходов, высокодозной терогены, мы можем подобраться к их лечению. Это такой вот горизонт с точки зрения радиотерапии на будущее, такой персонализированной. Итак, несколько таких выводов, крупную клетку. Прежде всего, теротропин-альфа обладает не только эффектом, который улучшает, обеспечивает высокое качество жизни на фоне лечения. Он обладает и возможностью снизить до третьей лучевую нагрузку на все тело в связи с тем, что хорошо работают почки. В отличие от гипотириоза, когда почки не работают, йод сохраняется, естественно, облучаются другие органы. В случае терогена этого не происходит. И очень важный момент, что он не создает, условно говоря, длительные стимуляции. Длительные монотонные стимуляции во времени, которые увеличивают риск прогрессирования. Особенно, например, у детей мы это видим, когда отмена тероксина длительная приводит к увеличению опухолевых очагов прямо на глазах. У ЗОСа это может быть в меньшей степени, но все равно данный фактор, его лучше избежать. Если вы планируете радиотерапию, такого прогрессирующего процесса, особенно при наличии радионакопления, где вы рассчитываете на эффект радиотерапии. Конечно, это удобно для планирования. То есть пациенту не нужно долго ждать. Освободилось место, две инъекции, он готов к лечению. Радиотерапия, например, незаменима в тех случаях, когда удален гипофиз и нет вообще ТТГ. То есть у нас есть такие пациенты, это штучные, они в основном собираются в таких центрах, как наши, так сказать. Но у них вообще нет вариантов других. То есть у них только, собственно, тероген и все. То есть гипофиз не ворабатывает тероген в ответ на отмену. В случае, если у пациента большой тереоидный остаток, ну, скажем, сделана операция, ну, скажем так, по диагностической ошибке, или там по жизненным показаниям, или по каким-то еще моментам, но осталась доля. Вот что делать в данной ситуации? А вторая операция очень рискованная, очень чревата, скажем, осложнение и прочее. В принципе, в этой ситуации, и мы сейчас накапливаем опыт, есть он и в мире, работает радиоактивный йод. Главное, чтобы щитовидные железа хорошо накапливали. Если там тереидит, к сожалению, прогноз не очень хороший. А если там нет тереидита, в принципе, мы можем облацировать и без повторной операции. Во всяком случае, опыт сейчас мы накапливаем, анализируем, будем публиковать. Такая возможность есть. Но это, опять же, при условии терогена. И, собственно, вот то, что я обращаю ваше внимание на исключение, уменьшение онкологического риска. Ведь что получается, когда мы лечим на фоне отмены? То есть мы отменяем на длительное время, опухоль подрастает, мы ее лечим, она сокращается. Потом мы опять отменяем, в следующий раз на месяц она опять подрастает. Эффект елочки получается. Зачем? То есть при терогене это возможно, так сказать, методом уплотнения. И более того, на терогене можно использовать более высокие активности, потому что лучевая нагрузка на костный мозг, на кровь, она на треть меньше. Ну, по тем же самым причинам, что мешается, работа почек не нарушается, и йод выводится достаточно активно. И в этой связи во всем мире сейчас накапливается опыт, я думаю, что не за горами, и клиническое исследование третьей фазы, которое позволит нам открыть перспективы терогена и на терапию радиоактивным йодом, вот со всем вот этим арсеналом диагностических лечебных средств, которые имеются. Спасибо. Спасибо. Павел Олегович. Коллеги, пожалуйста, вопросы к докладчику. Я вложился в рекламе? Практически. Практически. Павел Олегович, вот я задам вопрос. Он связан с докладом Замира Ахмедовны. Практически, чем она и закончила, гетерогенность, деморфность опухоли дают морфологи папиллярный рак и микрофокус медулярного. Так, значит, возникает рецидив. В данной ситуации, вот вы, как специалист высочайшего уровня, что предложите такому пациенту? Ну, слава богу, в медулярном раке есть отличный биомаркер, кальстонин и РЭА. То есть, если там химически всё спокойно, и тереодектомия выполнена, и нет никаких очагов подсева, можно спать спокойно. Если уровни кальстонина были изначально выше, там 200-300, значит, ну, там каскадно, да, чем больше объём опухоли массив, тем больше уровень кальстонина. То есть, если объём операции выполнен в своевремя, в медленном объёме, беспокоится и кальстонином раке, единственный способ лечения – хирургический. Там других вариантов нет. Там уже дальше идёт в антитонин, когда идёт сдерживание, о чём расскажет Илья Станиславович. Но в целом на ранней стадии выявленный медулярный рак – это большое благо. И наличие кальстонина, например, в мониторинге пациента при подозрении, но отличная тема для ранней и радикального лечения ранней формы медулярного рака. Это один из управляемых механизмов, которые в мире используются. Я же не говорю про превентивные наследственные вещи. В данной ситуации это спорадичный. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!